В Шадринске с 6 апреля и до особого распоряжения введен запрет на посещение лесов. Ограничено пребывание граждан в городских лесах и въезд в них транспортных средств. Уже по состоянию на утро 7 апреля с начала года в Шадринске зафиксировано 32 пожара, из них 8 ландшафтных. Последний пожар произошел в северо-восточной части города в районе детского сада созвездия. Рост пожаров у нас произошел по причине того, что, сами видите, какая стоит температура у нас на улице. Первый ландшафтный пожар у нас произошел уже 28 марта, это на две недели раньше, чем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На данный период уже зарегистрировано 8 ландшафтных пожаров, но по площади там у нас достигают до 500 квадратных метров два больших пожара, остальные в общем-то в районах 100 квадратов есть даже по два квадратных метра. Все пожары потушены, ликвидированы. Также упрежден план тушения пожаров. В городских лесах создана маневренная группа тушения пожаров в количестве 33 человек, 16 единиц техники и 33 ранцевых огнетушителя. Также там имеется наружение шансовый инструмент. Также создана патрульно-маневренная группа в количестве 3 человек и 1 единица техники. Также оперативный план по привлечению организации города к тушению крупных лесных пожаров. В нем 10 организаций, 109 человек, 20 единицы техники, пожарный инвентарь. С конца марта ведется круглосуточное патрулирование вблизи лесных массивов, садовых обществ, кладбищ, районов с частной застройкой. Организованы и привлечены добровольные пожарные дружины. Не останавливается и разъяснительная работа с населением через средства массовой информации, социальные сети и во время подворовых обходов с выдачей памяток. Проводится учение для отработки межведомственного взаимодействия. В лесах идет обустройство минерализованных полос. Устанавливаются запрещающие шлагбаумы и предупреждающие аншлаги. Основная доля пожаров, как вы понимаете, происходит у нас в жилом секторе, в зданиях и строениях на земельных участках, где проживают люди. То есть это более 70% пожаров. Поэтому с учетом этого анализа, скажем так, нужно продолжить и усилить профилактическую работу и разъяснению среди граждан. Здесь работа как со стороны администрации, так и со стороны назорных органов проводится. Единственное, нужно будет с учетом ситуации работать над устранением тех причин, которые способствуют возникновению возгораний. Нужно уделить особое внимание тем местам, которые у нас наиболее горимые. Прежде всего, наверное, Курганский тракт, промышленная зона, где, во-первых, у нас недостаточное количество источников наружного водоснабжения имеется. Очень большое количество сухой травянистой растительности. Также там проходит железнодорожная дорога. То есть есть тоже факты, когда возникает после проезда поездов возгорание. Поэтому поплотнее нужно будет поработать и железной дорогой, также с сонкой необходимо контакты наладить. В плане того, что, значит, провис проводов и от сильных ветра бывают порывы. От этого, кстати, возникают лесные пожары. В основном проблематика по сухой травянистой растительности. Думаю, этот вопрос актуален на сегодняшний день. В частности, это прежде всего не центральная часть города, а микрорайоны. И, как правило, это уже такой части, когда уже заканчиваются участки граждан. Конечно, актуальный вопрос и проблемный это заброшенное садовое общество, которое официально не зарегистрировано. Но, тем не менее, там люди осуществляют свою деятельность. Даже имеются жилые дома зарегистрированные. Вопросы также на данных территориях имеются по водоснабжению недостаточным. Начальник межрайонного отдела надзорной деятельности МЧС Константин Трофимов обратил внимание на увеличение штрафов в условиях введенного режима. Для граждан за нарушение правил пожарной безопасности до 20 тысяч рублей. Для организации до 700 тысяч рублей с возможностью приостановления деятельности. Помимо запрета на посещение лесов нельзя разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, готовить пищу на открытом костре или мангале.